Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы каждый день найдете что-то полезное по танкам. Снимаю про все рулетки, показываю контейнеры, зацениваем технику, обсуждаем новости, ивенты, квесты и многое другое. Все это делаю максимально быстро, максимально оперативно, а в случае если вдруг какие-то ваши вопросы требуют нормального, внятного ответа, всегда готовы его предоставить. Но перед этим мне необходимо время для того, чтобы получить проверенную информацию от разработчиков, с которыми я общаюсь. Поэтому, друзья мои, если вы хотите все это не пропускать, мало того, что подпишитесь на канал, так обязательно прожмите на колокольчик и выберите вот так все уведомления с канала, для того, чтобы получать уведомления о выходе каждого моего видео. Стараюсь специально для вас, надеюсь на вашу поддержку, а еще поддержите меня, пожалуйста, лайком. Уверен, что многим это видео будет полезным и ваш лайк для вас ничего не стоит, а для меня продвижение видео на платформе. Спасибо вам большое за понимание. Нет у меня времени создавать какое-то красивое видео, но я считаю, что полезное видео не обязательно должно быть красивым с феерическими боями на заднем фоне. Поэтому уж простите за то, что картинка будет исключительно с ангаром, но надеюсь, что все-таки полезным для вас будут. Итак, многие из вас говорили по поводу того, что не получили один или даже несколько квестов, так называемых футбольных квестов, которых можно было получить себе, в том числе во втором квесте, один из пультов, который необходим нам на будущее. Как вы видите, у меня этот пульт есть в ангаре. Ну и кроме того, получить вот эти звездные жетоны. Для того, чтобы эти звездные жетоны получить, необходимо было выполнить два квеста. В каждом квесте по 100 штук давалось. И да, ребят, сразу скажу по поводу того, что можно эти жетоны уже тратить. По полученной мной информации от разработчиков, больше бесплатных жетонов не будет. В случае, если вы хотите взять себе награду, которая стоит больше, нежели та сумма жетонов, которую вы смогли собрать, допустим, сертификат на танк США или ТС-60, то это услуга только для донатеров. То есть вы можете докупить себе наборчики с этими жетонами и ими тогда воспользоваться. Если собрали 100 или 200, то тогда распоряжайтесь здесь. Но все же, если вам не прилетел один квестик из двух, или, допустим, вам не прилетело вообще никаких квестов, понятное дело, вы хотели бы с этим, простите, что-то пытаться порешать. В отношении ограничений, какие ограничения были и в чем может быть причина, по которой вам не предоставили данный квест? Первое. Вы не играете на Евросервере. Ну, здесь вроде бы все понятно. Второе. Не предоставлялся квест, который был предназначен для Евросервера игрокам, которые использовали VPN-клиент. Это проблема номер два. Третий вариант того, почему вы не получили квесты. Когда вам прилетело сообщение с выбором соответствующего флага определенной страны, в течение трех часов отведенного времени, вот здесь вот в индивидуальных предложениях, вы все-таки свой выбор не совершили. Ну и, соответственно, квест вам предоставлен не был. Третий вариант. Вы не заходили в игру в определенный день, когда именно вам необходимо было данный квестик получить. Понятное дело, что вы не могли знать, в какой день зайти, но расчет на то, что вы будете часто посещать игру, ну и, соответственно, будете участвовать в определенных бесплатных акциях. Если вдруг все-таки вы соответствуете всем этим требованиям и все же хотите попытаться получить себе один или два квеста и считаете, что вас не совсем справедливо обошли стороной, сейчас подскажу, что необходимо сделать. Вам необходимо обратиться в службу поддержки. Как это сделать, сейчас буду рассказывать и сразу укажу, в какой конкретно раздел необходимо писать и что. Итак, ребят, нажимаете на настройки, в настройках нажимаете на клавишу поддержка. Когда вы нажали на клавишу поддержка, вас автоматически перебросит на вот такую вот страничку службы поддержки игры. Ну и, соответственно, здесь необходимо будет подать заявку. Как это сделать? Опускаетесь ниже, выбираете обратиться в поддержку. В разделах, которые вы видите, есть разные варианты. Ваш вариант это вопросы по игре. В вопросах по игре, когда вы подтверждаете свой выбор, вы выбираете боевые задачи, акции и видеореклама. Выбираете, подтверждаете и здесь выбираете игровые события. Когда нажали подтвердить, опускаетесь чуть ниже, нажимаете клавишу создать заявку и вот здесь описываете следующее. Вы должны написать, что вы не получили первый квест, либо второй квест, либо не получили ни тот, ни другой. Если вы не получили какой-то из квестов, напоминаю, первый квест это тот, который был в отношении просто прохождения и получения вот этих вот жетонов. Ну а второй квест, это квест уже непосредственно с самим пультом. После того, как вы это описали, вы отправляете заявку. Ну и просите, понятное дело, вам эти квесты предоставить к прохождению. Если вы заходили каждый день в игру с момента старта этого игрового события и вам так и не прилетело предложение выбрать себе определенный флаг страны для того, чтобы квест себе активировать, то так об этом и напишите, что вы не получали предложений в выборе. Но если вы все-таки получали эти предложения, если вы не играете на Евросервере или если вы пользовались VPN клиентом или действительно не заходили в игру, не морочьте голову разработчикам, не морочьте голову ребятам в центре поддержки, потому что они все равно все это перепроверят, ну и понятное дело откажут вам. Я надеюсь, я был вам полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, потому что видео выходит каждый день и я действительно своевременно выставляю всю необходимую информацию для того, чтобы вы, дорогие друзья, были всегда в курсе всех игровых событий в World of Tanks Blitz. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.